В прошлый раз мы с вами обсудили, что такое потоки и как их писать. Сразу могу дать комментарий по первой задаче в вашем домашнем задании. Там практически все, что вам нужно, это написать поток практически любым алгоритмом. Сразу говорю, да, вы можете испугаться, что вам покажется, что Edmunds Card там якобы не работает, но он работает. Это тот алгоритм, который мы проходили на лекции, который ищет вот эти пути BFS удлиняющие. Он называется алгоритм Edmunds Card. Это на самом деле нормально, потому что он работает за ве-квадрат, но не так просто еще подогнать тест, на котором он будет реально ве-квадрат работать. Ну вот, зачастую, кстати, действительно такое случается, потому что во многих задачах, на самом деле, как мы убедимся, то есть вы будете искать поток не в произвольной сети, которую там жюри специально сгенерирует, а эту сеть вы построите по входным данным, то есть, скорее всего, это будет означать, что сеть, соответственно, что сеть на самом деле имеет там, она какого-то определенного вида. Вот, но, впрочем, если там Edmunds Card зачастую не работает, то можно пописать какие-нибудь другие алгоритмы. Ну вот, например, алгоритм Диница, вот, но его мы будем обсуждать завтра. Вот, а сегодня мы поговорим немного о другом. Сегодня мы представим, что у нас есть какой-то черный ящик, который у нас умеет писать поток, то есть, умеет брать сети и строить на ней максимальный поток и пытаться решать задачи. Ну, первая такая разминочная задача, это, конечно, задача о максимальном просочетании. Вот. Сейчас, а у нас есть ли эти ящики целочисленных потоков, бла-бла-бла? Ну, будут. Нет, что значит версии? Мы имеем в виду целочисленный поток? Ну, да. Да. Вот, будет. Ну, тут еще вопрос, как бы, потребуется ли реально этим пользоваться. Но, скажем так, все алгоритмы, которые мы будем проходить в целочисленном случае, будут искать целочисленные потоки. Ну, просто так будет получаться. У нас, получается, уже есть алгоритм, который просто вайлихом, пока есть путь в остаточной сети, пропустить поток из строенного в остаточной сети. Ну, не совсем. Ну, как сказать, у вас, как вы помните, в реальной реализации у вас уже путь уже есть. То есть, у вас уже там такая полуостаточная сеть уже есть. Потому что у вас по факту есть оригинальная сеть, и для каждого ребра хранится сколько потока по нему реально течет. Вот, поэтому, как бы, это можно воспринимать как уже остаточную сеть, и в ней очень удобно пихать поток. Мы сейчас упираемся, что вот этот алгоритм у вас есть рабочий. Да. Вот, будем считать, что он есть, да. Вот. Ну, чтобы он стал рабочим, вам придется, то есть, написать, соответственно, там этот поток. Там вот первые три задачи, собственно, поток. Ну, во-первых, сразу на разминочку. Там сразу можно сказать, что единственное отличие, что в первой задаче ребра будут неориентированы. То есть, что это означает? То есть, это означает, что, то есть, те ребра, которые вам даны, то есть, вы можете, там, вот и тут написано 5, можете пихать поток, что в одну сторону, что в другую. Ну, вот. Но, более этого, там маленькая проблема, что вам недостаточно будет найти максимальный поток именно как размер его, вам потребуется найти, собственно, сам поток. То есть, по каждому ребру сказать, что и куда пихать. Поэтому, вот, поэтому будет небольшой тактической промашечкой, если вы реально превратите это в два ориентированных ребра. Еще раз повторить, пожалуйста. Ну, значит, я говорю, будет тактической промашечкой, если вы превратите неориентированное ребро в два ориентированных ребра. Почему? Потому что вполне может так случиться, более того, там тесты даже на это есть, что ваш поток захочет сюда пустить 3 единицы потока, а сюда 2. Ничего проблемного. Вот. Проблема в том, что по одному ребру нельзя пустить 3 единицы в одну сторону и 2 единицы в другую. Можно пустить только одну единицу потока туда. Чем это будет отличаться с точки зрения... Ну, с точки зрения бабушки, бабушка скажет, у меня тут нету двух стрелочек, у меня есть только вот это ребро. Я должен воду пустить вот либо туда, либо туда. Мы можем учить задачу так, а потом все параллельные превратите в ребро. С другой стороны, да. Вот, можете, но просто помните о том, что это надо делать. Можно сделать, да. Но тем более, что это будет не очень оптимально, потому что на самом деле тут просто проблема в том, что у вас тогда будет 4 ребра. Помните, вот тут в остаточной сети вы тут еще 2 обратных вот этих вот нарисуете, да. Вот. А на самом деле, конкретно в данном случае можно просто сделать существенно оптимальнее. Можно на самом деле, можно просто сделать 2 ребра, сказать, что эти 2 ребра обратны друг к другу, но у каждого из них пропускная способность 5. Нет, просто смотрите, разница в том, что предположим, что вы захотите пихнуть там, скажем, ну допустим, там, я не знаю, 4 единицы потока влево, да. Тогда что у вас получится? Получится у вас следующее. По этому ребру вы пихнете 0 единиц потока, здесь вы пихнете минус 4 единицы потока. Там, здесь 4, здесь минус 4. Вот так будет работать, да. То есть, но тогда вам придется еще честно вычислять, что на самом деле реальный поток, который вы тут пихаете, это типа вот это там минус вот это условно, да. То есть, там как-то еще считать. То есть, понятно, что эти 4 ребра у вас будут идти подряд, поэтому вы там можете легко посчитать для каждого ребра, где они находятся, да. Ну, кстати, да, помните, если у вас список ребер есть, то тогда очень удобно, что как бы основное ребро у вас там находится в индексе, делящихся на 2, или вот в этом случае на 4, да. Вот, ну и так далее. Вот, ну в данном случае, а здесь будет попроще. То есть, если вы скажете, что просто эти два ребра друг другу обратные, да, то есть, когда вы пихаете поток по одному, значит, по-другому автоматически минус, да, то тогда получается, что здесь у вас тогда будет минус 4 и здесь вот 4. И тогда обратительно, то есть, ну вот это вот будет очень удобно, то есть, обратительно, то есть, просто поэтому ребру будет течь минус 4 единицы потока, и как можно убедиться, именно это число от вас и попросят вывести в ответе. Потому что там вам дадут ребро, и вам скажут, что если поток течет вправо, вы видите поток со знаком плюс, если влево, то со знаком минус. Вот, то есть, фактически, вот ровно вот это число от вас и попросят. То есть, поэтому в ней, если граф не ориентированный, то просто, ну вот такая технология позволит вам ужать количество ребер в 2 раза. Ну, а симпатически, естественно, не суть, но практически, естественно, это принципиально может быть. То есть, все-таки, да, если у вас количество ребер в 2 раза меньше. Значит, это первая задача. Как вы, тогда продолжим разбор домашнего задания. Вторая задача. Во второй задаче то же самое, только найти вам нужно будет не максимальный поток, а равный ему минимальный разрез. Вот. Причем именно вот в виде разреза, то есть расскажите, какие вершины попадут вдоль с вершины S. Так вроде же взять поток и потом установить напряженные ребра. Напряженные это что? Тот, которым максимум течет. Ну, во-первых, это называется насыщенные, а во-вторых, наоборот. Ненасыщенные. Ну да, то есть задать... Ненасыщенные. Ненасыщенные, потому что, ну, непонятно, кто там будет насыщен, а кто нет, но, значит, алгоритм пока... Ну, то есть, может так тоже можно, то есть, я как бы... Скажем так, надежно будет не опровергать там произвольный алгоритм, потому что он может и работать. Ну вот. Но, по крайней мере, известный мне надежный алгоритм, по крайней мере, достаточно простой. Нахождение разреза работает так. То есть вы ищите максимальный поток, да? А дальше просто вспоминаем доказательства теоремы Форда-Фолкерсона, да? То есть помните, как мы доказывали, что там, если поток максимальный, то у него там... То он там равен как величине какого-то разреза. Помните, как мы искали разрез? Ну, мы говорили, что максимальный существует и что... Ну, минимальный, да. Нет, да, ну просто вопрос, как вы это доказывали. То есть я вот... Не как это в теореме было, а как... Не как теореме формулируется, как она доказывается. Вот, да. То есть идея была очень простая. То есть мы ищем максимальный поток, а потом берем исток и в остаточной сети запускаем ДФС по, внимание, ненасыщенным ребрам. То есть по ребрам, по которым еще поток пустить можно. Вот. Запускаем ДФС и объявляем, что все вершины, до которых мы тут вот дошли, это... Одна доля. Вот. Ну, так как порток максимальный, то, соответственно, удлиняющего пути у нас нет, поэтому вершины ТФ там... Разрез мы хотим положить не ребра, который между, а, в смысле, просто две доли. Ну да. Ну-ка, разрез у нас, по-моему, это по определению две доли. Либо просто ребра, которые соединяют эти доли доли. Нет, напоминаю определение. Разрез в сети это разбиение множества вершин на два множества, в первом из которых лежит исток, во втором лежит сток. Вот, это определение. Все, вот просто у нас такое было. Вот. Так вот, ищется оно очень просто. То есть что мы видим? То есть берем S, то есть запускаем DFS и обнаруживаем, что, оказывается, вот этот разрез это то, что нам надо. Почему? Ну, потому что, что такое величина этого разреза, да? То есть пропускная способность. Это в точности... Вот давайте рыженьким возьмем. То есть это в точности ребра, которые начинаются здесь, кончаются здесь. Вот именно вот эти, да? Вот эти ребра нас не интересуют, да? Вот. И мы помним, что пропускная способность, суммарная пропускная способность этих ребер, это и есть пропускная способность разреза, да? Вот. Но, как мы помним, чистый поток через разрез, это в точности сумма потоков, которые по этим ребрам течет. Ну, помните, ну это, конечно, в предположении, что у нас еще обратные ребра, поэтому там, если сюда течет 4 единицы потока, то здесь минус 4, да? То есть помните вот это совмещение, да? Там двух определений потока, вот этой модели сети, да? Ну, в прошлый раз же было. Ну, помните, мы в прошлый раз обсуждали, что можно это как на лекции обсуждать, да? Что там поток это так, что мы живем в матрице смежности, кратные ребра сжатые, и поток по каждому ребру равен минус потоку по типа там F от UV равно минус F от VU, да? То есть, а можно обсуждать это прям вот максимально приближенно к бабушке. То есть, а именно, то есть у нас есть ребро, по нему течет поток, но тогда как бы поток, вот вспомните, там определение потока уже становилось хуже, потому что величина потока это сколько из S вытекает, минус сколько в него втекает обратно, да? Ну вот, но как бы мы совместили эти модели, потому что мы все-таки живем в списке ребер, то есть, в списке смежности, но для каждого ребра у нас есть обратное, помните, и мы там, когда делаем одному плюс, то другому делаем минус. Чем нас не устраивало, правда, ребро, в одну сторону минус в другую? Ну, тем, что это неудобно. Почему? Ну, потому что, потому что можно удобнее. А удобнее можно по принципу, что, например, если у нас для каждого ребра будет обратный, мы будем говорить, что если тут течет 4 единицы потока, то здесь течет минус 4 единицы потока, да? А здесь там наоборот, скажем, вот здесь течет минус 3 единицы потока, а по парному ему ребру течет 3, да? То тогда можно сказать, что там, скажем, чистый поток через разрез, например, равен действительно просто сумме потоков, которые вот именно на исходящих ребрах. Вычитать ничего не надо, потому что, как бы, потому что если у нас тут реально течет вот какие-нибудь 3 единицы потока сюда, то мы, как бы, эти минус 3 учтем. Вот, просто так, оказывается, удобнее работать мыслить. То есть, как бы, получается, мы свойства матрицы смежности вот этой сохранили, с f от u, в равно минус f от v, но, в любом случае, выжили у нас и кратные ребра, и, как бы, разреженность графа тоже. А что делать с теми потоками, которые текут назад? А не надо, а что с ними делать? Нет, а какая разница? Я же говорю, не надо с ними ничего делать. То есть, как бы, потому что, ну, текут и текут, это нормально. Если получится, что у нас одна и та же вода протекла, мы ее два раза посчитаем. Ну, как сказать, с одной стороны, да, но с другой стороны, понимаете, как, по идее, если у нас, вот скажем, одна единица потока течет вот так, потом вот так, потом вот так, да, мы, по идее, считаем один раз. Почему? Потому что плюс один здесь, минус один здесь, плюс один здесь, все нормально. Ну, да, хотелось бы, но мы это просто делаем более хитрым образом. Мы просто говорим, что если у нас есть вот это ребро, по которому течет вода, одна единица воды, то значит, у нас есть парное ему обратное ребро, смотрящее отсюда-сюда, и там минус один. Поэтому мы таким хитрым читом это учитываем. Так вот, в такой терминологии сидит очень удобно работать. А минимальный разрез должен получиться так, чтобы ему будет течь вода полностью в одну сторону? Ну, типа того. В общем-то так и будет, смотрите. Потому что если рассмотреть вот этот вот разрез, чем он замечательный? Он замечательен тем, что если рассмотреть все ребра, которые идут из этой доли в эту, то все эти ребра автоматически насыщенные. Ну вот, понятно, почему они насыщенные. Потому что если бы вот это ребро было ненасыщенным, то вот эта вершина должна оказаться в этой доле. Правда? Но тогда что это означает? Тогда получается просто по определению, получается, что чистый поток через вот этот разрез равен пропускной способности этого разреза. Ну вот. А чистый поток, как мы помним, через этот разрез, это ровно... То есть сколько воды через этот разрез течет? Ну, очевидно, столько же, сколько вытекает из истока. Мы уже убеждались в этом. Вот. Поэтому, ну вот, то есть поэтому получается, что этот разрез получается равен в точности величине потока, значит, это и есть минимальный разрез ура. То есть оказывается, если вам уже там с небес по факсу прислали максимальный поток, то минимальный разрез вы просто одним ДФСом за О от Е ищите. Вот. То есть это как бы такой... Ну вот. То есть мелкая добавка, то есть поэтому сдали задачу А, написали еще один ДФС, сдали задачу Б. А можете и БФС еще один, в общем-то, написать, потому что по факту... Потому что по факту у вас там все, если вы будете писать одно ЦК, у вас все равно будет там какой-то там вайл, там, вайл БФС, ну и соответственно. А в тот момент, когда БФС вам вернул в фолз, вы просто говорите, так, БФС не дошел до вершины Т, а до чего дошел, ну вот до чего дошел, то и вывели. Все. В точности. Вот. Так что тут даже можно лишний ДФС не писать. А можете написать, это уже там на ваше усмотрение, тут как вам удобно. Вот. Дальше, конечно, начнется более нетривиальная задача, это, конечно, вот на тему того, что у нас там единица потока течет куда-то там. Вот, собственно, начнется дальше такое веселье, как декомпозиция потока. Вот. То есть это означает, что вам вот, вы будете говорить так, вот у вас сколько-то единиц тут потока течет от С до Т, и вот желательно эти единицы потока, вот просто для каждой единицы потока расписать, по какому конкретно пути она течет. Ну, можно, конечно, не для единиц, то есть если 5 единиц потока текут по одним и тем же ребрам, то как бы, можно так и сказать, что вот по этому пути течет 5 единиц потока. Вот, понятно, да? Ну, вот теперь тогда возникает такой вопрос, как же это сделать? Ну, после того, как вы нашли максимальный поток, конечно. Так что, с наказанием? Декомпозировать поток. А если когда мы его ищем, мы не запоминаем, каким путем мы с поток поставим? Нет. Потому что, ну, мало ли там, мало ли что. Потому что, если вы там во время BFS протолкнули поток по какому-то пути, это не значит, что ни по какому из этих ребер поток не отменится. Ну, пусть отменится. Нет, это, конечно, да, но просто вы теперь не можете сказать, что у вас вот по такому пути вода течет. Сейчас, что еще раз. Мы хотим представить наши потоки как такие пути из S в T с одним и тем же там. Ну, на каждом пути одно и то же, да, сколько-то воды, да. А как можно запускать, ну, там, BFS или BFS, если ты дошел к пути по DT, оказывается, на вас посмотреть, какое было минимальное ребро, и на чем он... Ну, в принципе, да. То есть, вот, действительно. То есть, просто, действительно, жадненько делаем, да. То есть, запускаем DFS на этот раз только не по ненасыщенным ребрам, а по тем ребрам, по которым вода вообще течет. Ну, легко показать, что если у вас величина потока больше нуля, то, очевидно, такой путь найдется, правда? Вот. Собственно. И тогда, то есть, действительно, у вас получится какой-то вот путь от S до T, по которому вот вода течет. Ну, тогда вы можете сказать, что если тут течет, скажем, 3 единицы, тут 4, тут 8, тут, я не знаю, 4, то тогда вы говорите, что тогда, значит, по этому пути говорите, что у вас течет 3 единицы потока. То есть, честно, выписываете, что у вас такой путь есть, вот такой путь на 3 единицы потока, и их вычитаете, честно. Вот. Тогда у вас тут останется 0, 1, 5, 1. Вот. И, собственно, можно продолжать. То есть... Что? А зачем? Нет, это не масштабирование, во-первых. А во-вторых, зачем теперь ем двойки-то? Вы просто нашли путь и вычли просто поток так, чтобы по одному из ребер поток течь перестал. Ну, например. Можете по FSM. Чего? Почему квадрат от ребер? А, ну, получается, да. Ну, значит, если вы уже Эдмонса Карпа пишите, то там уже вы е квадрат, так что... А почему оно вообще корректно отработает? Почему-то мне останется какого-то обособленного ребра, который мы не учили. То есть... Ну, там почему... Потому что когда ты вычитаешь такой поток, у тебя то, что осталось, является корректным. Нет, ну как, смотрите. Да, потому что обратить... Да. Ну, то есть тут, на самом деле, такой хитрый вопрос, на самом деле, правильный. Потому что, казалось бы, проблем нет. Почему? Ну, потому что, во-первых, легко показать, что если поток больше нуля, то такой путь от S до T найдется. Вот. Но это может остаться цикл. Ну вот. С другой стороны, да, может остаться цикл. То есть, ну, чисто теоретически, если у вас какой-то максимальный поток, да, то, например, вполне вероятно, что у вас максимальный поток устроен вот каким-то вот таким образом, да. Вот так вот, да. Ну, предположим, это максимальный, допустим, это, поэтому тут вы ничего больше сделать не можете, да. И тогда, кажется, весьма забавная вещь, да. То есть вы запустите DFS от S до T, он найдет вам вот этот путь. Значит, вы этот путь честно сохранили, величины 1, и тогда у вас получается, тут получается нолик, тут получается нищий, тут получается нолик. Нет. Ну вот, и дальше получится парадокс, да, что, как бы, заметим, что пути с S до T больше не найдете, да, в общем-то, и величина потока ноль, правда? Но, тем не менее, поток еще как-то течет. Но тут два момента. Это, на самом деле, причина того, что, на самом деле, понятия декомпозировать поток на пути на самом деле не существует. Есть понятие декомпозировать поток на пути и циклы. То есть, как бы, если у вас поток... То есть, смотрите, если у вас поток величины, там, допустим, величины больше нуля, то путь по-любому найдется. Вот. Ну, доказательство, на самом деле, можно провести просто, ну, давайте уж проведем его, это просто жадным образом проводим. Смотрите. Берем S. Предположим, что поток больше нуля, да? Это означает, что существует ребро, по которому вода из S вытекает, правда? Ну, хотя бы одна единица потока, может и больше. Думаем дальше. Так. Ну, теперь заметим следующее. Если это вершина T, то мы победили, правда? А если нет, то тогда что мы можем сказать? Тогда сколько воды втекает, столько и вытекает, правда? Согласны? Тогда, значит, получается, хотя из этой вершины тоже существует ребро, по которому вода вытекает. Находим его. Вот. И здесь, применяя аналогичное рассуждение, значит, что может произойти в итоге, да? Вот. Ну, может произойти примерно следующее. То есть, в худшем случае, то есть, может произойти три ситуации. Ситуация номер раз. Мы в итоге придем в вершину T. Но если мы пришли в вершину T, то мы победили, правда? Ну, и оставшиеся два случая, хотя на самом деле они примерно одинаковые, это если мы в итоге зациклились. Вот так вот. Вот. Может такое произойти, правда? Но что тогда произойти? Давайте, ну, во-первых, если мы бы искали декомпозицию на пути и циклы, да? А мы можем, кстати, и искать. То можно просто сказать, что вот мы нашли цикл, давайте этот цикл тоже в ответ себе занесем, да? Вот. То есть, в принципе, то, что я рассказываю, тоже можно прямо в явном виде писать, если хотите. Вот. Но, в принципе, тем не менее, все равно можно показать, что от S до T дойти можно. Почему? Потому что, смотрите, потому что идея будет такая, давайте мысленно этот цикл выкинем и продолжим рассуждение, начиная вот с этой вершины. То есть, обратите внимание, то есть, как бы цикл выкинули, но поток остался потоком причем той же величины. И тогда это означает, что на самом деле, ну вот, и тогда это означает, что из этой вершины еще куда-то выйти можно, правда? Может быть, даже по этому же ребру, если тут потока течет больше, чем здесь, да? Вот. Поэтому повторяем эти рассуждения, там понятно, циклы мы выкидывать бесконечно не можем, потому что с каждым выкидыванием цикла у нас выкидывается какое-то ребро, да? Зачем вам прямо выкидывать цикл, ну, пусть он остается? Нет, ну, я сейчас говорю это мысленно для того, чтобы доказать теорему. То есть, в реальности вы можете это прямо жадно писать, да? То есть, просто, если у вас есть произвольный поток, вот просто вам доносите поток в ней, декомпозируйте его, да? То, возможно, вам его тупо на пути декомпозировать не получится. Вот. Но получится декомпозировать на пути циклы, вот, например, таким образом, да? То есть, просто жадно, 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 да? То есть, ну, отдельный вопрос, как аккуратно перебирать ребра так, чтобы каждый жадный шаг был недолгий. Но это можно делать как в Диннице, да? То есть, как бы вы там в каждой вершине храните, до какого ребра вы уже дошли, потому что если вы там по каким-то ребрам уже ходили, и там потока нет, то он и не появится, и их уже бесполезно обходить. Вот такая вот идея. По минимальному потоку, ну, по минимальному потоку? Нет, ну, не обязательно. В данном случае мы идем даже не по минимальному, а просто по тому, по которой не нулевое, первое, которое нам попадется. Нет, а цикл выкидываем как раз, не читая, по минимальному. Ну, типа того, да. Например. Вот. Ну, вот, можно так сделать. Но, с другой стороны, заметим, что если дальше вот думать, то получается отсюда доказательство того, что рано или поздно мы от S до T все-таки дойдем. Потому что, да, сколько-то раз мы будем выкидывать циклы, какие-то циклы будут даже через вершину S проходить, да, то есть, видите, если это ребро, потому что вершина S, рассуждение идентичное абсолютно, да. То есть, но тогда мы будем вынуждены, то есть, рано или поздно мы все-таки до T дойдем. То есть, отсюда следует следующее, что если вы просто запустите DFS, не будете заморачиваться об цикла, то от S до T вы найдете. На самом деле, вот с выкидыванием цикла не очень хорошо, потому что мы можем выкидывать цикл в разные стороны. То есть, мы можем один и тот же цикл пустить как хочешь на стелке, так и против. Не можете. Вы же идете DFS по ребрам, по которым течет положительный поток. Обратите внимание, да. Ну вот, это да, это во-первых. То есть, как бы, смотрите, здесь мы как бы уже, тут можно даже мысленно с обратными ребрами вообще не работать. То есть, обратные ребра, это так, это наша абстракция, которую мы себе создали. То есть, как вы знаете, никакая бабушка ни о каких обратных ребрах не знает, их не существует. Существуют только трубы, и существует вода, по которой по ним течет. И вот именно на этих реальных уже трубах вы уже тут реально какие-то циклики ищите. То, что у нас по трубе может и в обратную сторону течь, нас это не смущает? Ну и что? Возможно, если мы пустим, короче, в обратную сторону, то мы сможем увеличить поток? Нет, ну смотрите, нет, что значит сможем увеличить? Нет, ну мы знаем, что он максимальный, поэтому увеличить не сможем. А во-вторых, это во-первых. Во-вторых, даже этого и не важно. Потому что даже если он не максимальный, мы же ничего... Обратите внимание, мы не занимаемся тем, что пускаем потоки. Мы идем ДФС по ребрам, по которым вот в этом направлении вода течет. И когда находим цикл, мы просто уменьшаем вот эти вот все потоки, причем на величину минимума из них. То есть получается вода продолжает течь в эту сторону, ну вот там, а по какому-то ребру она перестает течь вовсе. Но как бы если... ну вот, но как бы если она уже перестала течь, то ничего не происходит. Вот, собственно, и все. Вот. Ну, собственно, кстати, ровно то же самое происходит, когда мы найдем путь от С до Т. Вот. Поэтому как бы вот это вот мероприятие вы так и так будете делать не более чем Е раз. Вот. Так что такая вот приятность. Но, собственно, в реальной задаче вам эти циклы искать не придется, потому что от вас просто попросят, что найдите максимальный поток в виде его декомпозиции на пути. Ну, если у вас даже случайно получился поток, в котором на самом деле есть еще и циклы, то циклы можете не выводить, потому что от того, что... потому что как бы эти циклы на величину потока не влияют. Вот. Ну, собственно, от вас этого и не просится. Поэтому там... поэтому самое главное, то есть вы ищете пути ДФСом от С до Т до тех пор, пока величина потока больше нуля. Как только она стала равна нулю, вы уже не заморачиваетесь. Есть там циклы, нет там циклы, не суть важно. Вот. Что? Что? Быстрее, чем ВЕ. Быстрее, чем ВЕ. Ну, скажем так, мне слету неизвестно. Но более того, мне неизвестны алгоритмы, в которые максимальный поток ищут быстрее, чем ЗВЕ. А почему ВЕ ищут? Ну, потому что... ну, вот этот жадник будет в совокупности ЗВЕ работать. А потому что, ну, если вот пишете вот такой жадник, да, то запомните, как он пишется, да, то есть вы перебираете ребра, то есть там по принципу, что если вы отсекли ребро, то есть вы, там, там, прошли, то есть по ребру пройти нельзя, там, по нему воды нет или там с ним что-то не произошло, там, что-то не так произошло, то все, вы больше это ребро никогда не перебираете, да? Почему мы не можем... то есть вы утверждаете, что путь будет для меня не больше, чем ВЕ? Ну, потому что он зациклится. Ну, то есть, как бы, смотрите, если мы будем делать это жадно, да, жадно, да, вот идем вот так, потом, да, то есть если вот прям жадно, то, естественно, вы так сделаете не более, чем ВЕ шагов. Причем эти шаги будут работать за от... каждый шаг будет работать за от единицы плюс количество выкинутых ребер, каждое ребро выкидывается один раз. Ну, и что, ну, во-первых, вы можете просто в явном виде писать эти вершины в какой-нибудь вектор, а желательно писать даже не их, а вот эти ребра, потому что мало ли кратные ребра никто не отменял, да, вот. А, ну, в общем-то и все. Ну, вот, поэтому, ну, поэтому этого и достаточно для того, что, ну, вот, ну, и потом, то есть поэтому вы тут прошлись, зао, отв, все сделали. Ну, вот. Ну, как я уже сказал, быстрее, ну, я не знаю, я не знаю алгоритмов, то есть я знаю только, что есть алгоритм, который ищет максимальный поток зао от ВЕ, и то разработка 2015 года. Вот. А можно через чему за выкидывается работает? Ну, потому что, смотрите, ну, вот, ну, магия заключается в том, что, ну, в следующем, что, предположим, вы вот, там, вы в каждой вершине перебираете ребра, казалось бы, да, и, предположим, по какому-то ребру вы видите, что поток воды по нему течет либо ноль, либо меньше нуля, да? Но, заметим, что у нас так устроен алгоритм, что по этому ребру, это ребро вы использовать больше не будете никогда, правда? Так давайте его выкинем. Ну, например, хотя в реальности выкидывание будет работать еще проще, то есть вот, ну, типа того, потому что у вас, на самом деле, вот у вас есть вершина, вот торчащие из нее ребра, да? И вы тупо в каждой вершине храните, начиная с какого ребра имеет смысл перебирать, вот. То есть, как бы, доходите до следующего ребра, по которому вообще можно идти, вот на нем останавливаетесь, идете в эту вершину и делаете в ней то же самое. То есть, как бы, как я уже сказал, то есть в каждой вершине работа происходит за от единицы плюс вот количество выкинутых ребер. Но по такой технологии вы каждое ребро выкидываете за от вот такие вот от единиц. Вот, поэтому и хранат, поэтому и нот. Поэтому получается, что вот этот путь, вот этот или вот этот, вы найдете за от в плюс количество выкинутых ребер. Вот. Ну да, суммарное количество выкидываний ребер от е, то есть у вас все будет работать за от е плюс в умножить на количество путей, которые вы найдете. Но пути вы найдете не более, чем от е, потому что на каждом пути или цикле вы выкидываете хотя бы одно ребро, точнее обнуляете по нему поток. Вот такая вот идея. Ну, на самом деле, я практически Диница, в общем-то, и рассказал. Потому что в Динице блокирующий поток вы ищете буквально таким же образом. Только там не появляется циклов. Помните почему. Ну, давайте, ну ладно, раз уж об этом зашла речь, действительно, давайте вспоминать. Ладно, как говорится, откушаем немного от лекции. Чуть-чуть. То есть давайте вспомним, да? В чем заключается концепция блокирующих потоков? Концепция блокирующих потоков начинается сразу просто с того, что вы берете исток и запускаете BFS, да? Пока ничего не пропускаете, просто пускаете BFS по ненасыщенным, подчеркиваю, ребрам. Допустим, вот они, да? Вот как-то так это будет работать. Вот. Вот так вот, 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 вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Ну вот, как я уже сказал, там ребра могут и мимо там-то идти. Но мы говорим следующее. То есть у нас в чем идея? Мы будем говорить теперь так, что мы хотим пускать потоки, То есть находить какой-то поток из С в Т, но используя только вот эти ребра. То есть у нас есть какие-то лишние ребра. Вот я их другим цветом нарисую. Ну видно, что это другой цвет, да? А на камере видно? Вроде видно. Ну ладно, а то я, по-моему, не с вами был этот эффект, что я так рисую, а потом выясняется, что там зеленый и синий цвета, оказывается, выглядят абсолютно одинаково. Но там, правда, это было из-за того, что там у меня окно неудачно стоит. Так, ладно, вот другой цвет. То есть у нас есть, конечно, если брать ненасыщенные ребра, то у нас бывают вот такие ребра, бывают там ребра какие-нибудь вот такие, но не в обратную сторону, да? Помним, это BFS. Там вот какая-то такая ситуация, вот такая и так далее. Так вот, в чем идея? Идея заключается, то есть, но эти ребра мы временно не рассматриваем. То есть мы рассматриваем только вот эти ребра, и мы хотим на них найти блокирующий поток. Что означает блокирующий поток? Это означает, что мы хотим найти поток такой, что его нельзя увеличить по какому-то пути из S в T, но который идет только вот по этим ребрам. Ну, то есть понятно, что он может быть не максимальным, но это будет означать, что вам придется какой-то поток отменять, да? Вот, понимаете разницу, да? Вот, понимаете? Или кто-то уже умер? Так, давайте еще раз. Ну, давайте вспоминать. Давайте просто последний, даже не еще раз. Значит, я говорю следующее, чем отличается блокирующий поток от максимального, да? То есть максимальный поток, это означает, что его нельзя увеличить в остаточной сети. То есть не существует пути из S в T, который там по некоторым ребрам пускает поток, а по некоторым наоборот отменяет, да? Так вот, поток называется блокирующим, если не существует пути, который только пускает поток. Вот, ну то есть помните, да, вот у нас примерчик был, даже вот самый тупой пример, да, вот есть вот такой, да? Ну вот, вот у нас S-T какой-нибудь, вот там, вот так, вот так, вот так и самое главное вот так, да? Тогда обратите внимание, вот этот вот поток является блокирующим. Потому что увеличить поток, вы можете, то есть пропустить единственный поток, можете либо по этому пути, либо по этому, либо по этому, и на каждом из этих путей... ...не поток просто нарисовано, потому что там в нижнюю правую вершину входит 2, и выходит 1. Где? Чего? Нет, это пропускные способности, а это потоки, вот, то есть тут нолики. Вот, поэтому заметим, что вот по этому пути мы поток толкнуть не можем, да? Потому что у нас вот это ребро заблокировано. По этому пути не можем, потому что оно полностью заблокировано. Поэтому не можем, потому что это заблокировано. То есть это поток блокирующий, но он не максимальный. Почему? Потому что существует удлиняющий путь вот такой, с отменой потока по этому ребру. Но вот, как я сказал, если мы этим не пользуемся, да? Вот в том-то и идея. То есть поэтому мы хотим найти блокирующий поток. Почему мы хотим найти блокирующий поток? Потому что утверждение следующее. Если мы в этой сети слоистой найдем блокирующий поток, то тогда утверждается, что в остаточной сети, причем уже в исходной, расстояние от S до T строго увеличится. Почему так? Потому что, предположим, вы пустили какой-то там поток в слоистой сети. Тогда какие-то ребра исчезли. А какие появились? Давайте красненьким достанем. Тогда появились какие-то обратные ребра. Но обратите внимание, каждый из этих обратных ребер тоже удовлетворяет исходному свойству ребер в сети. Обратите внимание, что каждое ребро у вас или идет в следующий слой, или в тот же, или в какой-то из предыдущих. Обратите внимание, я говорю, конечно, про ненасыщенные. То есть новые ненасыщенные ребра, которые появляются от того, что мы тут пустили поток, они все смотрят вправо, влево. То есть что это означает? То есть это как-то вот так может выглядеть, потом вот так, может быть еще вот... Нет, здесь, наверное, не можно. Ну ладно, от балды нарисовал. Хотя на самом деле такого ребра, естественно, не будет, как вы видите. Вот. И тогда получается следующее. То есть тогда легко показать, что расстояние от S до T по ненасыщенным ребрам не меньше, чем L. Ну просто потому, что на каждом шаге, если использовать старые слои, то как бы вы будете увеличивать слой не более чем на один, поэтому быстрее, чем за L вы не дойдете. Но вы не дойдете и за L ровно. Потому что чтобы найти ровно за L, вам нужно строго идти из слоя в следующий. Из слоя в следующий. Если вам это удастся сделать, то тогда вы вынуждены будете заключить, что у вас поток неблокирующий. Потому что тогда, получается, вы в явном виде найдете путь, который этот поток не заблокировал. Вот. То есть поэтому это означает, что после того, как вы найдете блокирующий поток, расстояние от S до T в остаточной сети строго увеличится. И это означает, что за не более чем V итерацией поиска блокирующего потока вы найдете максимальный поток. Вот это я так напоминаю, потому что расстояние от S до T может быть не более чем V. А мы считаем, что у нас все ребра единичной длины? Ну, в этом смысле да. То есть в данном случае расстояние, то есть длину пути мы меряем в количестве ребер в нем. И нам абсолютно не важно, какие у него пропускные способности. Главное, чтобы они были больше нуля. А там равна ли они 10 миллионов или 10 миллионов поделить на 10 миллиардов, это нам уже все равно. Вот. То есть таким образом, но это, конечно, не алгоритм. Денец, это концепция блокирующего потока. Концепция блокирующих потоков. То есть получается, алгоритм работает за время O от V умножить на, называется, время, вот так что, на вот время поиска блокирующего потока. Блокинг-флоу. А? Каких циклов? Где? Каких циклов? Ну, циклов тут, конечно, не может быть, потому что блокирующий поток это мы ищем в заведомо ациклической сети, обратите внимание. Поэтому как бы зациклиться вы не можете, то есть если вы идете числа по слоистой сети. Поэтому вот вы идете от S до T. Вот. А вот теперь, собственно, алгоритм Денеца. Алгоритм Денеца. То есть в чем он будет заключаться? Он будет заключаться просто вот в том, что вы будете искать потоки буквально этим методом. А именно. Ну, то есть, смотрите. То есть первое, что тут приходит в голову, это, конечно, давайте просто запускать DFS по этой слоистой сети и искать поток пусть от S до T. Нашли, пустили поток, да? Но само по себе это будет работать за сколько? Ну, путей всего не более, чем у от E, потому что убивается одно ребро, да? DFS работает за E, получается там E квадрат, то есть VE квадрат. А если у меня не бойцы, то вы быстрее кучи. Но это мы отдельно обсудим за сколько, да? Да, это у нас тоже все будет как раз. Вот. Почему не так же, как VE? Чего? Ну, один раз на крестине блокирующих квадратов, завод VE. Нет, потому что пока это я временно так это начал так с большего начала. Вот. То есть я просто сказал, что если тупо искать, вот каждый раз заново искать, будет VE квадрат. Ну, в общем-то, это практически идентично этому Сукарту. Вот. Ну, собственно, хотя, как вы помните, и доказательства этого Сукарта, у нас, собственно, на этой картинке и базировалась, да? А теперь мы будем умнее. Так. То есть как бы теперь мы будем, вот, то есть теперь суть заключается в том, что пока вот в этой картинке можно пихнуть поток, давайте мы ее в этой картинке и пихнем. Но работать это тогда у нас будет следующим образом. Давайте вот, значит, сейчас вот это вот лишнее мы убираем. Вот это вот, да? То есть как вы помните, то есть вот этих ребер у нас временно не существует. Ну, по крайней мере, они для нас не интересны. То есть понятно, что вот будут появляться обратные ребра, да? То есть по обратным ребрамам что-то будет течь. Но обратите внимание, что в рамках одной итерации поиска блокирующего потока мы потоки не отменяем. Просто не отменяем. Нам это не нужно. Вот. Не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Вот. Вот так вот. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот. И тогда получается, и дальше у вас тогда будет работать следующим образом. То есть предлагается запускать DFS, но запускать его примерно следующим образом. То есть, значит, в каждой вершине, то есть вы храните указатель на то, до какого ребра вы дошли. Потому что тот опять будет работать принцип, что если бы по какому-то ребру вы пытались пройти, и дальше потока, то есть пути до T не нашли, то вы не найдете его никогда. Почему? Потому что у нас будет железный принцип, мы поток не отменяем. В результате получается следующее. То есть вы находите, идете прям честно по ребрам, значит, идем, 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 вот до сюда дошли, а здесь пути нету, да? Тогда, значит, вы говорите, что это ребро вам больше не понадобится, и вы этот указатель переносите выше. Но, правда, тут вы понимаете, что в этой вершине уже потоков тоже нету. Чего? Это как из вершины может быть зверь? Не быть пути в T? Ну, вот так вот, например. Вполне может быть. Вот. То есть теперь вы переходите, то есть двигаете указатель в соответствующую вершину на следующее ребро, но в данном случае вы обнаружите, что ребра тупо нет. Ну, а, значит, вы расписываете то, что в эту вершину можно больше не ходить. Так, и идете сюда. Возвращаемся рекурсивно сюда. Так, мы поняли, что из этого ребра уже каши не сваришь. Значит, перетаскиваем это ребро сюда. Так, идем вот сюда. Так, из этой вершины что делаем? Так, ну здесь мы начинаем с этого ребра. Идем сюда. Так, здесь мы уже, по-моему, за у от единицы понимаем, что ребра нету. Значит, возвращаем сюда, значит, перетаскиваем ребро вот сюда. Приходим. О, чудо! Мы дошли до вершины Т. Что это означает? Значит, мы говорим, что ура, мы нашли путь, давайте по нему проталкивать поток. То есть, в отличие от декомпозиции, там мы потоки отменяли, а тут мы его наоборот пускаем. Вот, понимаете, да? Отлично. Пустили поток. Ну, там, у вас там, значит, я тут его вот так нарисую. То есть, вы пустили вот так вот поток. Вот, и какие-то ребра у вас, ну вот, ну вот тут появляются, конечно, обратные ребра, но мы их не рисуем, потому что в этой, в блокирующем потоке они нам все равно не понадобятся, да? Но какое-то ребро отменилось. Так, ну давайте подумаем, какое ребро у нас отменилось. Ну, давайте для интересу, давайте, у нас неожиданно отменилось вот это ребро. Ну, понятно, хотя бы одно отменится. Может, они все отменятся, мы не знаем. Так вот, теперь идем, значит, второй ДФС. Что он будет делать? Значит, он идет сначала по этим же стрелочкам, идет вот сюда, идет сюда, пытается идти сюда, но видит, что это ребро уже не насыщенное, да? Так, отлично. Значит, эту стрелочку мы перетаскиваем вот сюда, и ой, ребра закончились. Ставим крестик, возвращаемся назад, говорим, что по этому ребру ходить бесполезно. Так, окей, говорим, ну ладно, идем, следующий ребро, идем сюда. Так, идем вот сюда, здесь идем вот сюда, это ребро еще живое, да? Но это нас устраивает. То есть, вот проталкиваем, ну вот, получается, мы нашли путь, вот, значит, по еще вот этому вот пути проталкивается поток. То есть, обратите внимание, что вот по этому ребру и по этому ребру протолкнулись даже целых две линии потока. Я говорю линии, потому что не обязательно это именно по единице, правда? Вот. Значит, что у нас тогда получается? Отлично, поток пустил, ну вот, то есть поток пустился, где-то он отменился. Ну, где бы его нам отменить? Вот. А, ну и не важно, давайте вот тут его и отменим, почему бы и нет. Ну, мало ли, там, вода кончилась. Ну вот, следующая итерация как будет работать? То есть, с каждой итерацией мы указатель переносим опять в начало? Нет, 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 ни в коем случае. В этом-то и суть. Никакие указатели мы никуда не переносим. Видите? То есть, обратите внимание, вот этот указатель, он указывает на это ребро, он указывает, мы его в начало не переносим. Да, и это важно, потому что это наш способ удаления ребра. Ну вот, но здесь просто ребро, указатель просто тут стоял, мы его тоже не переносим, но сразу обнаружим, что зао от единицы, что это ребро уже не насыщенное, да? Поэтому теперь мы удаляем это ребро, переносим его сюда. Идем сюда, потом идем сюда, ну а дальше по этим указателям идем вот сюда. Да, указатель в каждой вершине указывает на ребра, да? Ну, то есть, по сути, это итератор на самом деле. Помните, мы писали, у нас был итератор, да? То есть, по сути, просто вы для каждой вершины храните итератор, который на какое-то ребро прямо сейчас указывает. То есть, более того, заметьте, вы, это даже можно использовать, даже когда вы строите слоистую сеть, вы вот все вот эти ребра лишние можете не выкидывать. А на самом деле просто сказать, что если у вас сейчас указатель указывает на ребро, которое не из слоистой сети, то есть, там, d от начала плюс 1 не равно d от конца, да? То вы тоже его выкидываете, ну вот, то вы тоже, типа, это ребро просто пропускаете, то есть, это указатель идет дальше. То есть, получается, метод очень удобный, то есть, избавляет вас от кучи геморроя. Лишки вам. Вот. Вот. Ну вот, мы тут еще нашли. Ну, давайте тут сразу несколько ребер вылетело. Там, допустим, вот это вот, вот это вот, и вот это вот. А, ну вот это вам уже больше не понадобится, в общем-то. Вот. Ну, а теперь еще дальше. Так, указатель указывает уже на это ребро. Видите, то есть, мы теперь вот не два ребра проходим, а только это одно. Ну, и так далее. Ну, в общем, и так далее, но, в общем, дальше дорисовывать уже, я думаю, нет смысла. К чему это нас приводит? Ну, вот, то есть, за сколько работает такой алгоритм? Ну, а также тот же принцип. То есть, каждый поиск работает за O от V, а на самом деле за O от L, плюс количество вытянутых ребер. Понимаете, да? Ну, а вот расстояние от S до T. Вот пусть оно равно L. То есть, как бы, одна итерация будет работать за O от L плюс количество выкинутых. Это один поиск одного пути будет. А, как это количество выкинутых, мы же не рассматриваем их, если выкинутые. Как это не рассматриваем? Рассматриваем. У нас же указатель есть специально для того, чтобы не смотреть их по несколько раз. Да, но ведь, смотрите, перед тем, как найти вот этот путь за O отель, мы же двигаем эти указатели, правда? То есть, у нас же происходит то, что мы там прошли прибро, а потом нам вернули, что все плохо. Это есть только выкинутые предыдущие итерации. Ну, типа того. Вот. Ну, то есть, сколько мы вот в рамках этого ДФСа вытянули? А, ну, хорошо. Ну, если это все просуммировать, да, то есть, это будет там E-итерации, но тогда получается, что это будет работать за E умножить на L плюс суммарное число выкинутых ребер. Но так как каждое ребро выкидывается не более чем один раз, то получается это равно O от EL. Ну, то есть, по факту можно сказать O от VE, на самом деле это можно, да? Ну, далеко не всегда, конечно, но все равно. То есть, получается, таким образом вы умеете искать блокирующий поток за O от VE. Нет, по степеням как повезет, потому что если вы будете искать по степеням, то это будет зависеть от того, какие у вас конкретно пропускные способности. Ну, это вопрос, потому что, нет, с лету это не очень очевидно, на самом деле, потому что может так случиться, что у вас будет ребро размера 2 в степени K, но по нему вы не сможете, но через него вы не найдете путь размера 2 в степени K. И поэтому вам на следующей итерации придется искать два пути размера 2 в степени K, минус 1 или того хуже. Поэтому тут, скажите, так просто рассуждать, к сожалению, не получится. Ну, то есть, да, то есть, асимптотика, правда, сойдется к правильной, да, если вы будете искать BFS, он так масштабировать будет E квадрат лог, там, максимальной пропускной способности, это да, но там придется рассуждать аккуратнее. Ну, собственно, я думаю, вот буквально завтра на лекцию мы это, скорее всего, и сделаем. Ну, а тем более, что вот динница, вот мы сегодня уже прошли, остается только добить того, что O от V квадрат, ну вот. Вот, что как бы асимптотика динница, вот теперь V квадрат E. Причем это такая еще, это в общем случае оценка, на самом деле, как мы, возможно, буквально завтра выясним, на самом деле для большого количества графов, на самом деле оценку можно сильно улучшить. Вот. Впрочем, ну вот, такс, ага, так, время у нас еще есть. Ну вот, хотели научиться решать задачи на поток, вместо этого научились писать динница. Нет, это, конечно, в принципе, это означает, что как бы если вы вам, у вас будет там поток по какой-то причине не заходить, значит, вы знаете, что писать. То есть, как бы, не нравится VE квадрат, пишите V квадрат E. Скорее всего, сработает. Вот. Но тогда, ну вот, ну вот, ну вот, таким образом можно, значит, и там динница написать, и масштабирование. Ну а теперь, собственно, как же решать какие-то нетривиальные задачи. Ну, на самом деле, начать можно со следующего. То есть, самая тупая задача, с которой изначально хотелось вообще, там, с которой хотелось начать, это, конечно, задача о поиске максимального просочетания. Вот. 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 Ну, как-то задача, если в двудольном графе, то она формулируется вот достаточно простым образом. Вот. То есть, вот дан какой-то двудольный граф, найдите в нем максимальное количество ребер, там, причем, вот, никакие два из которых не исходят из одной вершины. Вот, понятна постановка задачи, да? Вот, спрашивается теперь, как же ее искать? Можно добавить реэффективную решение в исток? Ну да. И, соответственно, из истока в исток? Ну да. На самом деле, да. Все ребра приеденится, но и тогда получилось, что у нас каждый решение не больше, чем у нас один. Ну да. Да, 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 да. В точности так, да, то есть, как бы, да, то есть, когда, если мы не знаем алгоритма Куна никакого, ну, как, не знаем, сейчас узнаем на самом деле, потому что, смотрите, какая ситуация, просто мы строим вот такую сеть, да, то есть, все ребра у нас смотрят направо, вот. Ой, как это, да, как это, да, 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 мальчик, который не знает сторон света, каждое лето смотрит, как птицы улетают направо. Ну, как лето, да. Так. Вот, вот такая сеть. Вот такая сеть. Ну и оказывается, что если вы найдете в этой сети максимальный поток, то что получится? Желается сочетание. Ну да, в точности про сочетание, потому что, смотрите, какая приятная сеть. То есть, как в ней может выглядеть поток. Если его декомпозировать на пути, то он может выглядеть только вот таким образом, да, то есть, как бы, каждая единица воды может течь только по трем ребрам, причем эти, они не пересекаются, потому что из этой, в каждую, в эту вершину может войти не более, чем одна единица, а из этой может выйти не более, чем одна единица, поэтому без вариантов. Просто давайте найдем максимальный поток. Да, правильно, с правильным уточнением, да, только максимальный целочисленный поток, конечно. Но, как показал алгоритм Эдбонса-Карпа, если максимальный поток существует, то максимальный целочисленный поток тоже существует, если только все ребра целочисленные. Но я думаю, это понятно. Вот. Да, но это не максимальный поток, конечно. Тут он еще больше, но дорисовывать, наверное, смысла нет. То есть пока понятно, что каждый поток имеет вот такой вид, и величина потока равна размеру просочетания, который оно задает. Ну и понятно по просочетанию то, что второй поток строится. То есть объекты идентичны. Ну, нет. Нет, смотря как его искать. Потому что, на самом деле, если его искать тупо BF, там, Эдмонсом Карпом даже, то за сколько он будет работать? Нет, слоев-то тут, ну почему? Потом, когда вы найдете, нет, слоев может быть и много. Потому что, помните, в слоях же и обратные ребра потом тоже участвовать будут, правда? Поэтому по факту там слоев может быть много. Но это не важно. Я говорю, вот Эдмонс, запускаем Эдмонса Карпа, то есть просто тупо запускаем BFS. Ищем путь, проталкиваем. За какую симпатику этот алгоритм будет работать? Почему бы квадрат Е? Причем тут блокирующий поток? Я же говорю, Эдмонс Карп, это Динец. Это Динец, да. Да, на всякий случай напоминание, да, алгоритма Динецы не существует, да, помните? Вот алгоритм Динецы не существует, существует алгоритм Динеца. Ну вот, потому что Динеца зовут Ефим. Вот, такой советский, а позже израильский ученый такой. Ефим Динец. На самом деле с его творчеством мы уже сталкивались. Потому что он один из четырех русских. Да, помните, там это Динец, Кронрад, Фараджев, Аглазаров. Вот, какая сложная фамилия, Аглазаров. Вот. Так вот, осторожно, так вот, это он, поэтому вот. Поэтому алгоритм Динеца. Вот, поэтому не надо, мы пишем Динецу там и так далее. То есть пишем Динецу, это значит, вы ему письмо пишете в Израиль. Вот. Вот, так вот. Но это нам даже не нужно. Так вот, это алгоритм Динеца. А если мы делаем Эдмонса Карпа, вот, то, соответственно, вы пишете, запускаете BFS, запускаете, ну вот, то есть пишете BFS и находите единицу поток. Но возникает вопрос. А сколько единиц потока вообще вы тут можете найти? Больше нету пола? Не больше, чем количество вершин в левой минимуме. Ну да, ну можно просто сказать, а не более, чем V. Логично. Поэтому получается, что уже, просто если вы делаете тупо Эдмонса Карпа, то работает за O от VE. Вот. Говорили, а, что там, алгоритм Куна какой-то там работает за VE, ну вот вам, пожалуйста. Можно как-то не по именам, а по сути? Нет, ну как сказать? А, ну если вы не знаете, что такое алгоритм Куна, ну, как мы только что убедились, мы ничего не потеряли. Тем более, что на самом деле я сейчас еще и расскажу, ну вот, тем более, что сейчас, даже, а для этого там, то есть, если вы не знаете, что алгоритм Куна, я сейчас расскажу, что это такое, для тех, кто знает, я еще и расскажу, на самом деле, а как он на самом деле доказывается. То есть, кто-то его когда-то там пытался, что-то там, удлиняющие цепи там какие-то, что-то еще какое-то безобразие, а на самом деле это прямое следствие просто теоремы Форда-Фолкерсона. Потому что, как прийти к алгоритму Куна? Во-первых, можно заметить, да, что, как бы, мы тут можем BFS заменить на DFS. То есть, если я буду удлиняющие цепи искать DFS, то будет асимптотика ровно та же, правда? Вот. Вот. Но теперь у нас возникает, но это почти Кун. Что нужно, чтобы дойти до Куна? А до Куна нужна следующая идея. Для Куна нужна идея о том, что если вы из какой-то вершины запускаете DFS и до T не дошли, то вы до нее больше не дойдете никогда. Почему? Ну, потому что на самом деле это просто вот, просто общая теорема в потоках такая есть. То есть, такое утверждение, что предположим, что вы ищете поток методом Форда-Фолкерсона, да? То есть, в каждый момент времени вы там ищете, пытаетесь найти какой-то путь от S до T, там, BFS, DFS, там, чем угодно S, и пропускаете по нему поток в остаточной сети, да? Так вот, утверждение. Предположим, что у вас-то произошла такая ситуация, что из вершины V нет пути до вершины T. Вот предположим такое, да? Предположим, что пути нет. Так вот, я утверждаю, что в процессе метода Форда-Фолкерсона этого пути не появится никогда. То есть, все, вершину V можно вообще не рассматривать. Еще раз, если что? Если в какой-то момент, вот предположим, что вы запускаете метод Форда-Фолкерсона, там, BFS, DFS, чем угодно, да? Ну, то есть, просто условно, откуда-то находите путь, пропускаете, находите путь, пропускаете, да? Так вот, предположим, что после нескольких итераций выяснилось, что от вершины V до вершины T по ненасыщенным ребрам дойти нельзя. Утверждение. Больше, так вот, не может быть так, что на какой-то следующей итерации неожиданно станет можно. Потому что... Потому что мы... Почему? А доказательства можно провести следующим образом. Предположим, что вот сейчас нельзя, а потом мы притолкнули очередной путь и резко стало можно, да? Ну, явно такой момент должен быть, правда? Но тогда, смотрите, давайте рассмотрим этот путь от V до T. Это ненасыщенный... То есть, это вот такой вот путь. Но заметим, что некоторых из этих ребер, так как перед этим, на прошлой итерации такого пути не было, значит, какие-то из этих ребер появились только что. А теперь давайте вспомним, как эти ребра могли появиться вообще? Спустили в обратную. Вот. Значит, какие-то из этих ребер, значит, появились как обратные. То есть, вот такое, да вот какое-то такое, да? Рассмотрим... А теперь рассмотрим предыдущую итерацию и рассмотрим последнее из этих ребер на пути. Вот оно, да? Давайте посмотрим, как выглядел удлиняющий путь. Тогда удлиняющий путь из вершины S до вершины T выглядел каким-то вот таким образом. То есть, мы тут куда-то шли, 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 шли и пришли вот сюда. Потом шли, ну даже неважно, шли, шли, шли. Вот самое главное, что мы сумели дойти вот до этой вершины и пройти вот по этому ребру. Проходили мы через эту вершину или нет, я даже не знаю. То есть, тут как-то он шел, 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 там как-то там. В общем, главное, до этой вершины он как-то дошел, правда? Но обратите внимание, так как это последняя вершина на пути, то все, что идет дальше, оно как бы было и тогда, да? Вот. То есть, вот такая вот... Так, стоп. Да, вот и вопрос действительно, и что? А ничего. Вот, здесь ничего, да-да-да, по-моему, я тут со сторонами немножко поприл, но это неважно. Давайте с другой стороны пойдем. То есть, да, то есть, нет, то есть, начало то же самое, жил-был тот же самый путь, но там брали какие-то несколько, какие-то обратные ребра существуют. Так вот, давайте, нет, рассмотрим вот самое первое ребро, которое только что появилось, да? А тогда смотрите, как это выглядело. Существовал вот какой-то такой вот путь, там как-то он шел, 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 пришел вот и пришел когда-то вот в это ребро. Потом там проходил через это ребро, или не важно, да? А потом из этой вершины он каким-то мистическим образом до вершины Т дошел. Но тогда получается, что и путь от вершины от В до Т тоже существовал. Вот просто вот до этой вершины вот так, а потом вот каким-то образом. В чем утверждение заключается, понятно? А теперь тогда доказательство такое. То есть, полное доказательство звучит так. То есть, предположим, что в какой-то момент от вершины В до Т пути не было, а потом позже этот путь появился. В это именно в ток. Да, сток. Значит, пусть путь появился. Значит, пусть путь появился. То есть, тогда, получается, существовал такой момент, что пути не было, но мы протолкнули поток вот по какому-то вот такому пути, и путь от В до Т резко появился. Как это могло произойти? То есть, рассмотрим этот появившийся путь от В до Т. Получается, перед тем, как мы протолкнули поток по этому пути, каких-то из его ребер не было, точнее, они были ненасыщенными. Ну, значит, получается, этот поток походил по ребрам обратным им. И благодаря этому эти пути и появились. Возьмем вот этот путь от В до Т, рассмотрим самое первое ребро на этом пути, которое появилось. Но тогда смотрите, как тогда выглядел на предыдущей итерации этот путь? То есть, он как-то от Т, шел, 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 и в какой-то момент прошел по этому ребру, и потом из этой вершины как-то дошел до Т. Но так как у нас до этой вершины, вот здесь тут, может быть, сколько угодно, там, чего угодно, но самое главное, что все эти ребра существовали и раньше, да, мы же самое первое рассмотрели, да, то получается, мы вынуждены заключить, что на предыдущей итерации путь от В до Т существовал. Потому что этот путь просто до этой вершины идет вот так же, как и шел, а с этой вершины получается вот до Т вот по этому удлиняющему пути и появился. Противоречие. Противоречие с тем, что мы предположили, что как бы этого пути не было. Все. Да, мы дошли до первой вершины, которая, ну вот, ну, то есть можно сказать так, мы дошли до, то есть мы просто идем честно по этому пути, просто честно идем по этому пути, пока не наткнемся на ребро, которого не было. Но из этой вершины дойти до Т можно было, потому что раз ребро появилось, значит, тут вот. Да, вот можно так рассуждать. Если можно было найти до Т вот по этому красному нижнему пути, но, возможно, в тот момент, когда у нас из СТ путь пропал, поэтому птичьи не яблок не есть. Если по этому пути мы смогли пройти, благодаря общим другим манипуляциям. Какие-то мы берем первый момент, когда мы смогли пройти по какому-то новому пути. Когда на предыдущем шаге... Нет, то есть у нас там, как бы, мы же предполагаем, что от В до Т у нас пути не было. А потом мы притолкнули поток по какому-то красному пути, и путь от В до Т резко появился. Ну, мы могли несколько поток от этого пути. Нет, да, но смотрите, мы же пускаем пути, потоки-то по одному. То есть тут важно заключить в том, что мы потоки пускаем ровно по одному пути. То есть не какими-то там блокирующими единицами, а вот именно поток, вот именно так. Но тогда, получается, смотрите, то есть у вас нет пути от В до Т. Вы нашли какой-то путь от С до Т, пустили поток. Пути от В до Т нету. Вы пускаете еще раз, и пути нету. Пускаете еще раз. Опа, появился. И тут он говорит, так, говорим мы. А теперь мы говорим, так, что это за путь? Вот давайте рассмотрим вот этот синий путь. А теперь подумаем, так, а в прошлый раз? А так, рассмотрим путь от С до Т, который мы последний раз пускали. Вот он. Но заметим, что так как перед пуском потока по этому пути, этого пути не было, значит, какие-то ребра появились только шо. Вот они. Да? И, значит, получается, эти ребра на этом пути лежат. Да? То есть на самом деле тут поток как-то вот так вот устроен. Вот. Но тогда получается, что на предыдущей итерации все красные ребра были ненасыщенными. И все вот эти ребра были ненасыщенные. Почему? Потому что вот это мы рассматриваем самое первое ребро на этом пути, которое появилось только шо. Но тогда получается, вот вам и ненасыщенный путь от В до Т. Сначала вот досюда эти все ребра раньше существовали. А потом по красному пути. А вот вдруг этот красный путь, он, наши какие-то пути становятся насыщенными, а какие-то ненасыщенными. И вдруг в тот момент, когда у нас пути не было, то этот красный путь, он был насыщенным уже. И мы по нему тогда не могли пройти? Когда тогда? Нет, мы только что сумели по нему пройти, потому что это тот путь, в котором мы последние единицы потока протолкнули. Только что. То есть этот же путь мы не с потолка взяли? То есть мы рассмотрели, что предположим, что у нас путь от В до Т появился. Рассмотрим последний путь в остаточной сети, по которому мы поток протолкнули. Но тогда получается, перед тем, как мы это сделали, все эти ребра были ненасыщенные, правда? Но потом мы замечаем, что вот эти ребра тоже перед этим были ненасыщенные. И тогда получается, что в совокупности они дают путь от В до Т. С тем, что перед проталкиванием потока по этому пути, пути от В до Т не было. Вот. Вот такая логика. Вправивается. Что она нам дает? А дает она нам на самом деле очень хитрый момент. То есть она говорит нам то, что когда мы запускаем DFS, ну просто обычно, когда мы запускаем DFS, мы его прям по всем вершинам запускаем. А теперь у нас просто идея такая. Давайте теперь запускаем DFS будем не из вершины S, а просто сначала запустим его из этой вершины. Да? Ну если получилось, то ну и хорошо. Все равно, как бы, если получилось, то значит мы через эту вершину протал пропустили поток, больше DFS через нее пропускать нет смысла, правда? Вот. Ну потому что, как бы, вторую единицу потока мы через нее не подтолкнем, да? Потом берем вторую вершину, запускаем DFS. Если не получилось, то есть пути нету до Т, ну тогда мы говорим, ну и не судьба. Потому что значит больше никогда и не появится, как мы только что убедились, правда? То есть получается надо просто по каждой вершине запустить поток. То есть получается, знаете, то есть оптимизация будет небольшая заключаться в следующем, что... То есть небольшая оптимизация будет заключаться в том, что на самом деле мы тут... Этот S станет только мысленным, только чисто умозрительным. Вот, понимаете, да? Вот. Вот. То есть это будет чисто такой умозрительным. С другой стороны, можно аналогичную оптимизацию сделать и для вершины Т. Потому что заметим, что фактически у нас, у вершины бывает два статуса. Либо соответствующее ребро не занято, да? Либо оно занято. Но если это ребро не занято, и эта вершина, в эту вершину поток неожиданно пришел, то тогда мы сразу просто можем этот поток протолкнуть по этому ребру и возрадоваться. Правда? Это, получается, не асимптотическая оптимизация? Да. Это не асимптотическая оптимизация. Ну, почти не асимптотическая. Она... Это круто оптимизирует констант. Потому что если вы будете реально писать сеть и запускать, то это будет просто долго работать. И кода будет существенно больше. То есть вам реально придется сеять там, писать вот это вот, да? Просто мы сейчас идем к тому, что на самом деле, то есть как бы мы доказали, что этот алгоритм работает, но сейчас серия не асимптотических оптимизаций, мы научимся его писать без всякой сети. Мы сейчас типа куну прием, да? Да. Вот чем мы и занимаемся. Да, мы занимаем... Ну вот. Да, сейчас мы вот к алгоритму куны и придем. То есть на самом деле достаточно просто хранить фактически, где это ребро есть, да? Но на самом деле теперь следующая идея. Заметим, что у нас вообще из этой вершины, у нас на самом... Из каждой из этих вершин у нас в каждый момент времени ровно одно исходящее ребро. Ну, либо мы через нее поток еще не прошел, тогда это исходящее ребро ведет в сток. Либо это ребро, либо единица потока уже есть, и тогда это какое-то обратное ребро, да? Понимаете, да? Но тогда идея теперь такая. А давайте теперь для каждой вершины просто хранить, куда ведет обратное ребро. То есть, понимаете, теперь у нас поток превращается в явном виде парасочетания. Вот такое, да? Да, но теперь у вас появляются тогда обратные ребра. Вот давайте, вот. То есть теперь у вас получается, что здесь существуют вот такие обратные ребра. И если вот эти вершины там равны, допустим, у1, у2, у3, у4, у5, то тогда мы так и скажем, что у этой вершины есть обратное ребро, которое ведет в у1. Вот. Здесь оно ведет в у3. А здесь мы пишем везде минус единички в знак того, что здесь такого ребра нет, и это означает, что получается, это ребро отправляется в сток. Что обратного ребра вот куда-то вот нету, оно идет в сток. Но по сути это можно вообще теперь отказываться даже от терминологии потока, а просто говорить, что эта вершина входит сейчас в парасочетание или не входит. Соответственно, то есть в результате это ребро, то есть этот массив можно назвать PR, так сказать. Там PR от 1, ну и так далее, сколько тут ребер. Но если тут L вершин, тут L, то R, то тут пусть их будет R. В результате, вместо того, чтобы писать там какую-то эпическую сеть, можем написать примерно следующий алгоритм. Вот. То есть, значит, вы пишете. Значит, PR 1R равно, значит, соответственно, минус 1, минус 1, минус 1. Значит, и дальше пишем такой, ну вот, ну вот, ну и дальше пишем такой DFS, boolevDFS, который будет, значит, смотрите, нет, это будет вершина U. Ну, вершина U будет символизировать то, что это вершина первой доли. То есть реально, вот, она будет возвращать true, если мы, то есть наша цель запустить DFS из какой-то вершины и найти путь до вершины второй доли, которая не покрыта по рассочетанию. Вот. Итак, как же будет работать этот DFS? То есть он вернет true, если это удастся сделать, причем при этом мы еще и по рассочетанию перенакроем, да? А если нет, то просто вернем false. То есть работать это будет примерно так. Значит, смотрите. Значит, перебираем. Значит, for, соответственно, int v. Значит, for int v, значит, gr от u. Ну, то есть перебираем всех соседей вершины u. И дальше говорим, что если совершенно случайно оказалось, что там p r от v равно равно минус 1, то что мы тогда делаем? Ну, значит, мы говорим, что нам повезло, надо возвращать true, правда? Но мы возвращаем не только в этом случае, а также мы еще пишем или DFS, причем сразу от p r от v. Значит, если нам тут повезло, то тогда мы объявляем, что теперь ребро uv теперь должно входить в парасочетание. То есть пишем мы это так. p r от v теперь равно u и return true. Вот. Такая вот идея. Ну, а если целый этот for к return не привел, ну, все, что нам остается сделать, это return false. То есть что мы, получается, сделали? Мы сказали, что мы идем... То есть мы идем сначала по красному ребру, в том, что... Нет, сначала мы идем по фиолетовому ребру влево. То есть, смотрите, мы идем... Значит, работает DFS так. То есть мы найдены... То есть каждый раз понятно, что DFS как бы если в рекурс идет, то он нашел какой-то путь. Путь выглядит так. Мы нашли фиолетовое ребро. Из этой вершины мы идем по красному ребру. Да? Вот. Соответственно. Потом мы нашли какой-то путь еще. Ну, вот, потом еще по контуру... Ну, вот так шли, шли, шли. И вот, наконец, нашли путь. И тут бабах, и выяснилось, что тут минус один. Но тогда с точки зрения потока это означает, что мы нашли просто, так сказать, вот путь, по которому можно протолкнуть поток. Ну, да. С точки зрения, да. В терминах происсочетания это называется удлиняющая цепь. Да. То есть, как видим, удлиняющая... С точки зрения остаточной сети, удлиняющая цепь это просто путь, по которому... Увеличивающий путь. И основное утверждение, которое нам помогает это сделать, это то, что если из вершины не было пути, то не появится. Да. То есть, просто так, в чем удобство? Удобство заключается в том, что сам по себе алгоритм будет работать теперь, там, будете писать, что for u равно 1 и так далее, модуль l, там, условно, dfs от u. То есть, типа, мы говорим, что мы вершину... Что мы старые вершины не выкинем, что это существует? Те, кто были, у нас в них осталось. Ну, по факту, да. То есть, заметьте, просто идея будет в том, что если вы такой путь нашли, и тут минус 1, то, значит, вы нашли удлиняющую цепь, которая, на самом деле, найдет вам теперь новое... Это значит, не имеет ничего общего с потоками. Это просто поиск удлиняющей цепи. Да, в такой терминологии, да, другой вопрос как-то доказывать. Можно в явном виде через удлиняющие цепи пытаться доказать, но с точки зрения теории Форда-Фолкерсона, оказывается, это уже просто... То есть, это просто там... То есть, знаете, это как называется... На самом деле доказательство следует... Есть большая глубокая теория, из которой все это следует, а можно это считать... Зайдет, если мы просто цепь построим, то и... Какую цепь? Ну, если, господи, Форда-Фолкерсона построим, нам все равно будет, если вы написали... Смотрите, тут два бета. Во-первых, скорее всего зайдет, хотя, может, хотя мало ли, потому что вот это, конечно, работает с гораздо меньшей константой. Ну, как? На самом деле, как внимательно из вас уже заметили, что этот код, конечно, ни хрена не работает. Почему? А, потому что... Да, потому что что, это DFS без юзеров, да? Без юзеров. То есть, в принципе, этот код зациклится, может, чертям. То есть, например, вот... То есть, если тут граф будет устроен вот таким образом, то все, поздравляю, он зациклился. То есть, DFS может вот так вот ходить до бесконечности. Поэтому... Нет, ну, давайте я тут через... Ну, вот, там 5 минут еще что-то порассказываю. Поэтому на самом деле, да? То есть, придется написать... То есть, тут придется писать юзер от... Значит, один, пум-пум, модуль L. Равно, значит, соответственно, 0, 0, 0. А здесь обязательно сюда вставить что-нибудь в духе там if юзер от у, то return false. А вы скиньте код вот того чуда, который писал... А я еще не скинул? Кажется, лучше стирать. Чего? Куда стирать? То есть, юзер лучше стирать, или по новой... Ну, смотрите, можно их прям вот каждый раз вот тут стирать, и тогда это будет работать за ве. Будет четкий DFS. Но на самом деле здесь есть тоже такая маленькая полу-неосимтетическая оптимизация. Хотя в каком-то смысле она такая. Потому что дело в том, что, заметим, что если DFS вам вернул false, то юзер можно не стирать. Ну, потому что сеть не изменилась, правда? Вот, согласны? Утверждение. Если DFS вернул false, то на следующей итерации юзер можно не зачищать. Там же теперь из другой вершины надо запускаться, но про эту вершину забыли. Нет, да, но как бы... Но смотрите, понимаете, проблема? Вы запустили DFS из какой-то вершины, прошли по некоторым вершинам, но удлиняющей цепи не нашли. Как мы только что... Ну вот, как легко убедиться? Очевидно, мы... Так как сеть не изменилась, но если DFS, следующий DFS попадет в эти вершины... Да, из других вершин он будет такой же. Ну, нет, не такой же, но через эти вершины ходить бессмысленно. Сейчас, нет, бессмысленно? А, через все эти вершины ходить бессмысленно? Ну, который прошел неудачный DFS, через них на следующей итерации ходить будет бессмысленно. Нет, то есть там... Ну, и в принципе бессмысленно, на самом деле. То есть как бы там такое, ну вот... То есть мы просто нафиг выкликнемся или... Ну, временно. То есть поэтому получится примерно... Ну вот... Потому что, ну, просто неверно, что их надо выкидывать навсегда. А, ну хотя, если он вернул... Ну вот, можно и навсегда, но просто есть... Просто я имею в виду, что на самом деле есть удобный просто такой ход. То есть смотрите, потому что как бы понятно, что... То есть если DFS вернул true, то все помеченные вершины выкидывать не надо, да? Вот. Значит, смотрите, работать будем так. Значит, один раз все проинициализирую. Равно 0, 0, 0. Вот. И дальше, а тут пишем так. Если DFS, то тогда я снова пишу user равно 0, 0 и так далее, 0. Ну, там понятно, в реальности вы будете мем-сет какой-то писать и так далее. Но тогда тут получилась такая полу-неосимптотическая оптимизация, потому что этот алгоритм будет теперь... Заметим, что каждую следующую удлиняющую цепь он найдет за O от E. Поэтому, то есть асимптотика получит на самом деле O от K, E, где K это реальный размер просочетания. То есть условно говоря, а если ваша задача просто найдите просочетание размера не больше, чем, там, найдите максимальное просочетание, но если оно размера больше 20, найдите тупо 20, то тогда вы делаете не сколько там DFS-ов реально надо, а вот 20. Так, ну вот. Ну вот, как кажется, опять обманул. Нет, все равно можно, когда нужно 20, мы можем наш алгоритм просто нажать 20 шагов запустить и все. Ну вот, вот да. Ну да, то есть получается вы теперь вот за 20 вот таких, то есть как бы просто, то есть делаете просто чистый кун, но просто говорите, что если уже DFS вернул true вам 20 раз, значит вы можете его прекращать. Впрочем, не синтетическая она в реализации ни в каком случае. Нет, не совсем. Нет, почему? Без этого юзита он работал за чистое VE. Почему? Потому что как минимум за O от V зачищали юзит. То есть вот когда юзит вот тут стоял и писал DFS, то это работало за чистое VE. Ну на самом деле, если бы вы написали Форда Фолкерсона, то легко заметить, что он бы, конечно, сразу работал за KE. Но тогда бы он через кучу лишних вещей. А так, конечно, видите, что вместо того, чтобы писать какую-то сеть, можно написать вот это. А Форд Фолкерсон в данном случае понадобился чисто за тем, чтобы просто что-то красивое доказать. Чтобы просто получить красивое доказательство того, что действительно это вообще правильный алгоритм. Но на самом деле это... То есть вот такой на самом деле момент. В следующий раз мы видим начинку с того, что там можно так еще на самом деле. То есть на самом деле просто чем приятна теория потоков, там реально содержательные математические утверждения можно доказывать, которые, казалось бы, с потоками не связаны.